Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я продавец конструкторов Лего. У нас огромный ассортимент и в рамках битвы продавцов мне просто не хватит времени рассказать обо всем, что мы можем вам предложить. Но одна история все же будет интересна и полезна для маленьких и взрослых. Это история основания Лего. Она ведет свое начало с 32 года 20 века, когда Оля Кирк-Кристиансен основал в Данию компанию по производству товаров для повседневного обихода. В период мирового финансового кризиса пришлось искать новую нишу, и Оля разглядел ее в производстве деревянных игрушек. Спрос на них не ослабевал даже в самые тяжелые времена. Начав выпуск игрушек, Кирк-Кристиансен начал искать названия для своей компании. Он дал задание всем работникам фабрики предложить свой вариант. Предложений было много, но в итоге выбрали то, что придумал сам основатель – слово Лего. Лего. Несколькими годами позже Оля узнала, что сама фраза Лего на латыни означает «Я учусь» или «Я складываю». Очевидно, что осознание этого серьезно повлияло на будущую историю компании. К 1936 году фабрика имела уже в своем распоряжении набор из 42 различных игрушек. В 1947 году происходит знаменательное событие. Лего получает право на разработку английского психолога – мистери Хиллари Гарри Фишера. Это был небольшой пластиковый кубик, который мог соединяться с другими подобными деталями, благодаря чему можно было собрать какую-то небольшую конструкцию, которая, впрочем, в то время еще не особо располагала возможностями крепления, а потому так же быстро распадалась, как и собиралась. В Лего стали постепенно отходить от дерева в пользу пластмассы, поэтому Кристиансены приобретают в этом году крупнейшую в Данию форму для отливки пластика, которая позволяет им поставить в производство игрушек на поток. В конце 40-х годов у компании было в наличии около 200 различных моделей – пластиковых и деревянных игрушек. Но Лего еще был вовсе не тем, каким мы знаем его сегодня. Сын основателя и руководитель компании Готвит Кристиансен запатентовал систему строительных элементов из кубиков. Это была абсолютно новая система, позволяющая гораздо прочнее соединять между собой детали конструктора. Компания Лего уже тогда заботилась о качестве продукции. Над рабочими местами возвышалась надпись, повешенная еще самим Олей Кристиансеном. Только лучшее является достойным. И вы, и ваши дети тоже достойны лучшего. Приходите в наше дело, в торговый комплекс «Маркштадт», и я вам расскажу и покажу весь огромный ассортимент конструкторов Лего. Редактор субтитров А.Семкин